Третий день идет дождь. Мои прекрасные пионы упали. Вот такие шапки у них были. Видите, не держатся. Хоть и подставила, но не держатся. Еще будут цвести. Вот не отсветшие головки. Этот пиончик уже цвел. Надо уже обрезать. Ну, в смысле цветок, цветонос обрезать. Чтобы силы все уходили не на семенную коробочку, которая здесь образуется, а вся шла в стебель и закладывались в цветочные почки на следующий год. Здесь у меня грядка сборная солянка, как я называю. Грядка для разведения. Здесь вот розочка прекрасная такая. Эта роза пошла в шиповник. Вот еще я не обрезала даже. Вот я ее все-все обрезала и вроде бы листики обновились. Пошла стрелка, я ее тоже обрезала, укоротила. Ну, посмотрим. Если совсем не поможет ничего тут, значит, и выброшу. Какой мощный корень был у этой розы. Еще вот эти первоцветы цветут. Очень долго, кстати. Вот еще очень большой кустик первоцветов, прям под теплицей. Здесь тенечек, и они выросли высокие. Они у тебя глазки, которые растут самосевым, они сами сеются. Я их не выпалываю, они так и цветут. Маргаритки вот уже цвели, сейчас будут семенные коробочки раскидывать семена. У меня газон весь в маргаритках, чего я долгие годы добивалась и добилась. Вот этот вкус смородины, это красная смородина. Я ее очеренковала и хочу ее размножить. Но, честно говоря, мне куст не очень нравится, но пусть растет. Здесь же я воткнула помидорки, которые у меня остались. Вот они по краю этой рассадной грядки. Флокс тоже очень красивый, красный. В прошлом году у меня его не забрали, поэтому он у меня здесь тоже. Ну, вот такая грядка. Вот, кстати, я посмотрела, уже видите, семенная коробочка уже образовывается. Это был самый первый ярко-красный пион, и это надо обрезать. Нет, обломать не получится, очень стебель крепкий. Помидорки, которые я сюда вкопала, зацветают. Жить-то хочется. Все-все зацветают, хотя когда я их высаживала, они были слабенькие, дохленькие. Но, как всегда, жалко выкинуть. Я их посадила, ну, возможно, что еще даже помидорки вызрют. Все-все цветут. Даже маленькие, дохленькие те цветут. Вот как их выкидывать, я не знаю. Мой любимый цветок. Переетрум астралистливый. Здесь очень много гублинка. Он, конечно, ужасно мешает. Но бороться с ним я не успеваю. Он убивает вот эти стебельки. Очень жалко. Ничего не делаешь. Его здесь очень много. Он скоро тоже зацветет. Космея. Тоже пересадила из теплицы. Насеялась в теплице. Я взяла, пересадила. Были такие дохленькие стебельки. Смотрите, какие шикарные кусты выросли. А если их прищипнуть, то они будут пуститься. Не вверх расти, а пуститься. Сирень. Ну, здесь у меня зона такая сжигания всякого мусора. В основном ветки. Какие-то доски. В ведрах зола стоит. В мешке зола. Это надо просеять все. Вот дожди пошли. Не успела просеять. Поэтому эта зола уже, конечно, не на выброс, но куда-то просто раскидаю по огороду. То есть она не пригодна для настаивания. Поэтому рабочая зона, она такая немножко всегда неухоженная, некрасивая. Но от этого никуда не деться. Вот так я посадила тыковку. Тыква у меня своя. Ну, семена свои. Очень большие были тыквы, желтые. Вот я посадила. Здесь травы накидывала я с осени. Потом насыпала ведро земли и посадила. Траву укрыла укрывным материалом. Для того, чтобы она там перегнивала. Прекрасный. Забыла, как назвать. Клематис расцвел. Я его четыре года выхаживала, выхаживала. Он у меня не цвел, не рос. Вот знаете, был 10 сантиметров от земли. И, наконец-то, в прошлом году сказал, ну, не хочешь расти, значит, я тебя просто забуду о тебе и ухаживать не буду. И, представляете, он в этом году дал хороший прирост и зацвел даже. Вот. Здесь у меня грядка с лилиями. Между лилией растут высокорослые бархатцы. Лилия из-за того, что пересажена, вот такая некрасивая получилась. Ну, как некрасивая, но красивая, конечно, по-своему. Вот, ну, просто она должна быть оранжевая, а она какая-то зеленая и в крапинку. Ну, оригинально. Скоро белая зацветет, которая ароматная. Вот еще одна. Это вот так, как я вот здесь убирала все грядки, теперь у нас стоит здесь батут. Вот эти все цветы, которые оставались в земле, которые я смогла выкопать, которые я нашла в земле, я их пересадила вот сюда. Ну, в смысле лилии. Поэтому здесь, конечно, лилии очень мало осталось. Ну, ничего страшного, размножится. Розочка-спрей зацветает. Такая прекрасная розочка. Кустиком растет. Ее формировать практически не надо. Она сама по себе такая компактная и растет. Вот здесь у меня мята кошачья, или как она называется, я точно не знаю. Но, по-моему, кошачья мята. Фиалка фиолетовая. Фиалка фиолетовая. Масло масляное. Ну, ничего. А, кстати, вот еще роза-спрей тоже. Это самокорневая. То есть я ее из черенка вырастила. Вот. И она вот такая прекрасная. Она вся-вся цвистивая. Вот она немножко другого цвета. Но тоже очень красивая. Гвоздички. Мне они очень нравятся. Но, видите, после дождя тоже развалились. Вот это гвоздички мне дала соседка. Не знаю. А, вот она зацвела. Одна гвоздичка. Прекрасная гвоздичка. Наверное, еще и ароматная. Наклониться не могу. Очень низко. Вот тоже роза-спрей. Смотрите, какие блестящие, красивые листья. Вот. Ну, и здесь. Вот это. Не знаю, что такое. Тоже дала соседка. Вот это. Забыла, как называется. Ой, когда начинаю снимать. Видите, очень память меня подводит. То ли волнуюсь, то ли что. Не знаю. Земляничка. Небольшая грядка. Но очень кусты компактные. И вкусная ягодка. Ягодки белые. Белоснежка называется. Если не ошибаюсь. Здесь новые кустики. Ммм, сладенько. Здесь новые кустики клубники. Которые я купила. Всего шесть кустиков. Но мне этого достаточно. Я их еще поделю осенью и рассажу. Далее у меня идет тоже прекрасный куст розы. Не знаю сорта. Но она цветет очень обильно. Таким шаром. Если ее не обрезать, она будет очень высокая. Но это не плетистая роза. Просто очень-очень высокая. И она вот так вот вся усыпана. С цветами. Но я ее подрезаю. Мне большая роза здесь не нужна. Иначе мне тогда всей моей красоты вот этой видно не будет. Поэтому я ее подрезаю. По краю у меня сидят остатки лука. Я не знала просто куда тыкнуть. И посадила по краю грядки. Но я его каждый день потихоньку вырываю. Осталось совсем чуть-чуть. Так что здесь будет тоже что-то посажено. Калеусы купила на рынке. Вот два кустика вроде бы пошли в рост. А два кустика загибаются. Ну вот этот вроде еще тоже пошел в рост. Конечно они были очень красивые. Но из-за дождей, из-за всего они потеряли свою привлекательность. Куст розы спрей очень был большой. Он практически был в метре диаметра. Но в этом году он у меня замерз. И вот только-только начинается набирание бутонов. Ну вот и все на сегодня. В принципе не хочу затягивать видео. В следующий раз расскажу о других своих цветах и грядках. Кто не подписан, подписывайтесь. Буду рада. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры подогнал «Симон»!